Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России продолжает оставаться самым масштабным по количеству участников к географическому охвату зимним спортивным мероприятиям во всем мире. Лыжня России на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных массовых видов спорта. У этого яркого масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом Лыжня России становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. Лыжня России проводится ежегодно с 1982 года и всегда является грандиозным зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. В этом году 74 региона Российской Федерации от Республики Алтай до Чукотского автономного округа заявили о своей готовности принять участие в мероприятии. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт с самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие в Лыжне России – доброй традицией. В Лыжне России принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям, лыжными гонками, дальнейшее развитие пропаганды физической культуры спорта среди населения. Для каждой категории участников подобраны соответствующие дистанции. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участие в забеге видных политических и государственных деятелей глав субъектов Российской Федерации демонстрирует внимание к массовому спорту представителей всех уровней власти. Это мероприятие стало традиционным в спортивной жизни России. В Рязанской области Лыжня России впервые была проведена в 2005 году. В соревнованиях приняли участие более 3 тысяч человек. В 2006 году количество участников возросло до 5 тысяч человек, в 2007 году до 7 тысяч человек, в 2008 году до 10 тысяч человек. В 2014 году была проведена Олимпийская Лыжня России, посвященная 22-м зимним Олимпийским играм в городе Сочи. А в 2015 году Лыжня России в регионе у нас прошла в новом формате. Вы все знаете, что мероприятие отличалось от предыдущих тем, что старт забегу был дан одновременно в 14 городах и муниципальных районах области. В 2016 году на старт вышли любители и профессионалы лыжного спорта в 18 муниципальных образованиях области. А в этом году с организаторами лыжни уже стали 20 муниципальных образований. По сути, вся Лизанская область у нас активно участвует в Лыжне России на местах. Это для нас очень важно. Новым введением прошлого года стало то, что министерство предложило всем муниципальным образованиям, ставшим всеорганизатором Лыжной России, организовать тестирование по одному из нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудообороне» – лыжным гонкам. Нормативы в беге на лыжах выполнили более 2000 школьников по всей области. Анимационные площадки Лыжни России 2016 были посвящены поддержке сборной команды России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В этом году начался третий этап внедрения в ФСК ГТО среди населения всех возрастов. В рамках Лыжни России 2017 года взрослое население будет иметь возможность выполнить нормативы комплекса «Готов к трудообороне» по дисциплине «Бег. Передвижение на лыжах». Для этого необходимо на мандатной комиссии представить уникальный идентификационный номер, который получает участник при регистрации на официальном портале комплекса «ГТО.РУ». Копию документа удостоверяющего личность и медицинский допуск. Анимационные площадки Лыжни России 2017 года будут посвящены 19-му Всемирному фестивалю молодежи, который будет проходить в нашей стране, и пропаганде комплекса «ГТО». Центральный старт состоится 11 февраля на лыжной трассе и биатлонном комплексе в районе Ворсковского сельского поселения. Старт гонки для всех регионов в 12 часов по местному времени. Участники соревнований будут размещаться в двух стартовых коридорах на 5 и 10 километров. Старт одновременный для всех участников соревнований. Старт вип-забега, который традиционный тоже у нас является, будет дан сразу после масс-старта. Финиш участников также будет организован в два финишных створа на 5 и 10 километров. К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются граждане Российской Федерации и иностранного государства. Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача. Участники от 18 лет и старше при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Регистрация участников соревнований будет проходить с 7 по 10 февраля с 9 часов до 18 часов по адресу улицы Ленина, 35 или непосредственно в день гонки 11 февраля с 9 часов до 10.30 на лыжной трассе поселка Ворские. Обязательное страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников «Лыжни России» производится при регистрации. Стоимость страхового взноса для участников традиционно это 5 рублей. Участники предоставляют в мандатную комиссию следующие документы. Паспорт или свидетельство о рождении, как я уже сказала, справку допуска врача или личное заявление участника. Еще раз обращу внимание на то, что те, кто планирует в рамках «Лыжни России» выполнить нормативы комплекса ГТО по лыжным контрам, представляют в мандатную комиссию еще и уникальный идентификационный номер, который получат при регистрации на сайте gto.ru. Это очень важная процедура. Итак, по дистанциям. Дистанция соревнований 5 километров юноши и девушки 1999 года рождения и моложе, 10 километров мужчин и женщин в 1998 года и старше, ведь гонка. По организации доставки участников. 11 февраля доставка участников соревнований из города Рязани к месту центрального старта будет осуществляться организованно автобусами. Место отправления автобусов традиционно – это площадь театральная. Время отправления с 9 до 11 часов. Но мы просим обратить внимание на то, что так как у нас впервые в стране «Лыжня России» проходит в субботу, а не в воскресенье, а в субботу традиционно на площади театральной проходят ярмарки сельскохозяйственные, поэтому отправка будет осуществляться непосредственно перед фонтаном, чтобы люди понимали, что вот эта площадка именно будет для отправки. Просим обратить на это внимание. Последний автобус до места проведения соревнований отправится в 11 часов. Отправление участников в город Рязань после окончания соревнований в районе стоянки автотранспорта участников с 13.30 до 15 часов. Отправка автобусов осуществляется по мере наполняемости и проезд бесплатный. В районе мест проведения соревнований будет обозначено место стоянки для транспорта участников. Для обеспечения более эффективной доставки всех желающих принять участие в гонке, мы просим, все-таки рекомендуем воспользоваться бесплатными автобусами. Развлекательная программа пройдет под девизами «Поддержи 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов и выполни нормальный». Культурная программа будет включать спортивные конкурсы и эстафеты, танцевальные флешмобы, интерактивные викторины, памятные фотосессии и другие интересные мероприятия. Участники развлекательной и анимационной программ получат памятные сувениры от Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Для участников соревнований предусмотрены палатки для переодевания и будут работать бесплатные куловые кухни. Участники, занявшие первые и третьи места на всех дистанциях, будут награждены медальными дипломами и памятными призами Минспорта России и нашего Министерства. Специальные призы, отличившимся участниками, также учреждены нашим Министерством. Подробную информацию о соревнованиях можно получить по телефону 27 22 51 и 27 19 37.